всем привет вы на канале автозвук.ua и сегодня у нас на обзоре будет две новинки это компрессоры от компании изолекс модели на 35 и 85 литров хотя если верить тому что написано на их упаковках то старшая модель называется camel а младшая air pump младшая модель на 35 литров имеет скажем так стандартную конструкцию и мало чем отличается от аналогичных компрессоров корпус компрессора полностью металлический цилиндр принципе тоже металлический здесь сверху есть пластиковая крышка но если я снять то мы видим что здесь также крышка цилиндра полностью металлическая то есть это благоприятно сказывается скажем так на теплообмене и компрессор будет меньше грязь но также мы понимаем что металл он прочнее чем пластик из слабых сторон я бы отметил короткий воздушный кабель всего 60 сантиметров и короткий кабель питания 3 с половиной метра то есть у нас суммарная длина получается 4 метра 10 сантиметров для каких-нибудь небольших автомобилей этого будет вполне достаточно для среднестатистической машины может оказаться мало тем более что максимально потребляемая мощность компрессора целых 14 ампер и я бы не рисковал подключать его напрямую к прикуривателю хотя здесь предусмотрен только один способ подключения непосредственно к прикуривателю поэтому в комплекте с данным компрессором я бы приобрел еще адаптер для подключения непосредственно к аккумуляторным кремом конечно суммарной длиной воздушного шланга и кабеля питания 4 метра дотянуться от аккумулятора который под капотом до заднего колеса будет сложно но с другой стороны мы себя обезопасим то здесь потребляемая мощность максимальная 14 ампер и если вдруг на прикуриватель стоит предохранитель 10 ампер то мы рискуем просто спалить предохранитель если же например вы когда-то это сделали или забыли или предыдущий владелец поставил на прикуриватель предохранитель большего номинала но другого не было под рукой например 20 или 30 ампер то тогда есть риск что оплавится непосредственно проводка это несет за собой еще более серьезные последствия теперь что касается манометра он здесь достаточно интересный и на его шкалу нанесли пожалуй все единицы измерения давления которые мне известны но все немножечко не в попад например если взять те же бар они нанесены синим цветом то мы видим точечку 1 бар 3 бар где находится 2 бар уже нужно как-то высчитывать а где 2 и 2 бар вообще не понятно поэтому в данном случае наверно лучше опираться на черные цифры это килограммы на сантиметр квадратный один килограмм на сантиметр квадратный равняется 0,97 атмосферы один бар равняется 0,98 атмосферы в принципе это единицы измерения между собой похоже в общем с манометром здесь немного не продумали в принципе не подумали о дополнительном функционале обычно под дополнительным функционалом если говорить о компрессорах подразумевается наличие какого-нибудь фонарика который позволяет выставить компрессор на дорогу в качестве кого-то аварийного маяка или просто подсветить темноте чтобы накачать колесо из дополнительных плюшек с данным компрессором мы получим разве что такую сумку для хранения транспортировки она достаточно большая вместительная удобная и принципе здесь производителю нужно отдать должное обычно производители компрессоров почему-то комплектуют свои изделия очень такими куцами сумками куда компрессор влазит едва едва с трудом здесь же помимо компрессора можно еще хранить какой-нибудь аварийный герметик и входящие в комплект поставки переходники для накачки матраса мяча ну или каких-то надувных игрушек с моделью на 85 литров ситуация противоположна здесь все комплектующие как шпроты едва помещаются в чехол но все же помещаются в комплектацию этого компрессора входят те же адаптеры для накачки надувных игрушек воздушный шланг который в принципе можно растянуть примерно на три метра и кстати кабель питания также имеет длину 3 метра и последний аксессуар это у нас адаптер с прикуривателя на аккумуляторные клеммы в принципе я бы мог назвать этот компрессор провокатором у него максимальный потребляемый ток достаточно немаленький целых 30 ампер и при этом у нас идет адаптер для подключения в прикуриватель то есть принципе неопытный необознанный человек может смело подключить эту вещь прикуриватель но и получить минимальные или серьезные проблемы при этом в комплектацию все-таки входит адаптер для правильное подключение такого компрессора но в большинстве случаев мощные двухпоршневые компрессоры не комплектуются адаптером в прикуриватель и в принципе вот этот адаптер и основная проводка должны составлять единое целое чтобы у пользователя не было никаких шансов подключить компрессор напрямую к прикуривателю и теперь еще немного общей информации которая будет напрямую касаться непосредственно эксплуатации компрессора то есть если при длительной работе во время подключения компрессора от аккумуляторных клемм он перестал работать то первым делом нужно проверить предохранитель он находится в адаптере прикуривателя и кстати его номинал действительно 30 ампер к сожалению запасной предохранитель в комплектацию не входит и желательно позаботиться чтобы у вас запасной предохранитель был всегда при себе так в случае выхода из строя предохранитель можно очень быстро заменить и компрессор снова будет работать воздушный шланг здесь подсоединяется с помощью удобного универсального быстросъема и при необходимости вы сможете найти аналогичный шланг но большей длины к воздушному вентилю шины старшая модель как и младшая подсоединяется с помощью резьбы это может быть не так удобно но в принципе это более универсальный способ подключения также на воздушном шланге имеется манометр он абсолютно такой же как и у младшей модели и имеет те же недостатки дефлятор для стравливания избыточного давления как на манометре так и на вентиле отсутствует конструктивно это стандартный двухпоршневой компрессор кожухи цилиндров изготовлены из пластика но сами цилиндры и поршни уже полностью металлических из это как бы защитный кожух на корпусе имеется led подсветочка она включается автоматически как только компрессор подключается к прикуривателю кнопки выключения для этой подсветки не предусмотрено верхней части компрессора есть еще одна интересная деталь она в принципе присутствует на всех аналогичных двухпоршневых компрессорах то здесь теоретически место предусмотрено под манометр но манометр обычно уезжает на воздушный шланг и сюда помещают специальную шкатулочку для хранения различных переходников или предохранителей но здесь мы видим просто крышку и принципе никакой шкатулочки нет то есть просто заглушка на этом как обычно все свое мнение о данных компрессорах обязательно напишите в комментариях но перед этим лайкните видео и подпишитесь на наш канал а